Привет! Меня очень часто спрашивали, особенно под роликами про 3D-моделирование, а на каком ПК я работаю, какие у меня характеристики, и очень многие потом удивлялись, что работаю я на ноутбуке. Но, наконец-таки, настало время это немножечко менять, и я, наконец-таки, собрала себе ПК для работы, для 3D-моделирования, для монтажа, для ретуши, для фотошопа. Короче говоря, для всего, что связано с моей деятельностью. Поэтому сегодня в ролике я покажу свое новенькое железо и процесс сборки. Ну, а сейчас будет небольшое отступление, и мы начинаем. Поехали! Если вас интересует тема 3D-моделирования, и вы хотите начать развиваться в этом направлении как можно быстрее, но все еще топчетесь на месте на начальных этапах и не знаете, как подступиться, тогда для вас у меня есть отличная рекомендация. Курс от команды VideoSmile под названием SuperBlender. Я всегда с большой радостью рассказываю вам именно об этой школе, потому что я сама смотрела некоторые курсы ребят и осталась очень довольна. А курс SuperBlender позволит с нуля освоить одну из популярных 3D-программ и поможет вам научиться создавать компьютерную графику. Курс подойдет как новичкам, так и людям, которые хотят перейти в Blender из другого софта или поменять вектор своего развития. На курсе вы в полной мере познакомитесь с 3D-моделированием и освоите его до продвинутого уровня. Более того, вы познакомитесь с полным циклом создания моделей под игры, а также научитесь текстурить, запекать и создавать UV-развертки. Приятным фактом станут блоки по созданию небольшой игровой локации, а также анимации и переносу моделей и сцен в игровые движки Unity и Unreal. При покупке курса вы получите не только доступ ко всем материалам бессрочно, но и обратную связь с кураторством, что значительно повысит продуктивность вашего обучения. Также у курса есть свой отдельный телеграм-канал с полезной информацией и общением для учеников. А если вы все-таки сомневаетесь в качестве, то VideoSmile гарантирует 100% возврат средств в течение месяца после покупки по любой из причин. Так что хватит откладывать изучение 3D, переходи по ссылочке в описании и начни свое обучение на курсе SuperBlender от команды VideoSmile. В любом случае, я решила, что если нужно переходить на ПК, то лучше сразу вложиться в какую-то максимально крутую сборку, чтобы в ближайшие несколько лет точно не думать об апгрейде каких-то основных компонентов, типа материнки, процессора, оперативки и памяти. Поэтому вот моя сборка. Материнская плата X670 Aorus Elite iX с сокетом AM5. Да, это уже такой спойлер к процессору, который будет от Ryzen 9-го поколения 7950X. Нехило я так решила вложиться в процессор, да. Оперативная память DDR5 от Kingston. Две плашки по 32 гигабайта, всего 64 гигабайта. SSD на 1 ТБ Samsung 980 Pro. Жесткий диск от Western Digital на 6 ТБ, потому что вы просто не представляете, сколько весят файлы для монтажа и фотки. Видеокарта Polit Jetstream 3070. Да, вы, возможно, уже рассчитывали увидеть в этой сборке видеохуд 4 тысячной серии, но нет, об этом чуть позже. Ну, а еще к этому всему добавляется блок питания, 6 вентиляторов для корпуса и водянка для процессора от Arctic. И, конечно же, корпус под это все Lian Li O11 Dynamic EVA. Корпус мне было подобрать сложно, потому что я хотела, чтобы он был красивым, без трипофобных дырок. Я решила остановиться на таком корпусе аквариумного типа, когда у тебя два стекла, и мне кажется, он очень красивый. Капец, конечно, коробок, но пока все это в коробках, от этого нет никакого смысла. Так что погнали собирать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Благо, мне не пришлось всё это покупать, потому что мой ноутбук уже оброс этими аксессуарами, я всем этим пользовалась вместе с ноутом, и мне осталось просто подключить это к компьютеру и использовать. И, наконец-то, перейдя на ПК, я просто офигела от прироста производительности. Я реально последние пять лет точно пользовалась только ноутбуками в своей работе, и когда я поняла, что всё может работать ещё быстрее, это взрыв мозга, это реально взрыв мозга. Потому что раньше, если я рендерила какую-нибудь сцену в блендере, в которой был лёд, куча переотражений, прозрачности, и она на ноуте рендерилась четыре часа, да, на самом деле четыре часа — это неплохо, но предпросмотр при этом ужасно лагал, было невозможно работать. И если вы видели мои видосы, где я в реалтайме пыталась записывать что-то в блендере, вы видели, как у меня лагает этот предпросмотр. То сейчас та же сцена со льдом рендерится на компьютере за 15 минут? Жесть, да, и я на самом деле сейчас чувствую себя самым счастливым человеком, потому что моя работа может ускориться просто в разы, и это очень круто. Накопить на комп реально было самым хорошим решением, потому что сейчас создание контента на YouTube для меня станет намного быстрее, проще и приятнее. Сборочка, конечно, вышла солидная, потому что всё это без периферии обошлось мне больше, чем 200 тысяч. Да, это дорого, но я долго над этим работала, и я счастлива, что наконец-то у меня есть компьютер. Но, конечно же, это видео не должно вам говорить о том, что чтобы заниматься компьютерной графикой, нужен только такой компьютер, а никакой другой. Нет, я до этого работала на ноутбуке с 30-70, а до этого я работала на ноутбуке с 10-50. И можно работать на более слабых устройствах. И поверьте, хоть какой-то компьютер, хоть какой-то ноутбук лучше, чем полное отсутствие всего. Начинать можно на любых устройствах, да и тем более именно работа на более бюджетных девайсах позволяет зарабатывать на какое-то новое железо, чтобы повышать производительность своего компа и улучшать уже работу за счёт этих показателей. Поэтому, если вы хотите заниматься графикой, у вас ограниченный бюджет, не нужно думать, что для того, чтобы зарабатывать, например, на 3D-моделировании, вам нужно рендер-ферму из 40-90. Азы какие-то, какие-то простые работы уже можно начинать делать над том, что у вас есть. На очень бюджетных сборках уже можно довольно-таки неплохо работать. Да, рендер будет идти дольше, но, мне кажется, многие из нас оставляли рендер на ночь и шли спать, чтобы утром посмотреть на результат. И точно не стоит как-то себя, не знаю, дезморалить мыслью о том, что у тебя нет мощного железа и не нужно даже пытаться пробовать. Нет, пробовать нужно всегда, особенно если тебе хочется. Если вы хорошо разбираетесь в сборках компьютеров, поделитесь своими советами в комментариях. Посоветуйте какие-то бюджетные сборки для 3D-графики. Мне кажется, это будет очень полезно для новичков, особенно для тех, кто задумывается о сборке компьютера. Ну а я надеюсь, что этим роликом я ответила на вопрос про то, а какое у меня железо. Огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Удачи вам в творчестве и до встречи в следующих роликах. Пока!